Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем прохождение игры Warhammer 40 000 Battle Sector на максимальном уровне сложности Капитан. Спонсором данной серии у нас является Юрий Макароа. Не знаю, правильно ли он написал фамилию, может опечатка, возможно Макаров, но вот дословно читаю Макароа. И десятая миссия посадочная площадка. Командер Данте has requested that we relocate our mission to the moon of Baal Secundus, at least until Lord Gilliman musters Indomitus and departs the Red Scar. While Canon S. Martilya continues to counsel Dante, I have been commanded to take my sisters and attach to the Eighth Company of the Blood Angels. I understand the Lieutenant's promotion is new, but he is already experienced with the synaptic leadership that compels the Xenos here. While our objectives align, my bolter and my faith are his. We will bring the Emperor's light to the darkest crevasses of these mountains. We will incinerate the alien. And we will honor the sacrifices made here on Baal Secundus. Lives lived for the Emperor are never cut short. Here are the brothers and sisters of battle. Here are the brothers and sisters of battle, which are partially presented in Baal Secundus. Will they be separate from them, is not clear, or they will remain in the beginning. There are only several forces that will be, which I read in the description of the campaign for the Angees. Hopefully, they will expand with DLC with the DLC, then they will add new forces. Hopefully, they will be completed in its own campaign. I don't know. Let's see. Let's see. Данты и Красный Совет ждут отхода крестового похода. миссию истер было решено переместить на балл секундус так получим мы стер битвы в качестве награды 6 жетонов и 1200 очков на разворот армии но это уже кое-что правда у нас перебор все равно довольно большой придется кого-то отключать донс и нос домов и hantan the more in bolder дедыкам на русскую ифта сестра супер я медити раскачивать такс да перебор у нас на 365 единиц будем исключать Это ненужные нам единицы, прежде всего, конечно, это изничтожители, кто-то их любит, я считаю их довольно бесполезными, потому что есть другие войска, которые могут справляться с крупными целями, и которые также могут справляться и с мелкими целями, а эти парни в основном специализируются именно на целях крупных. Так, слушайте, а мы, по-моему... А нет, все вроде правильно. Или нет? А у нас были агрессоры и более крутые, чем здесь стоят. Так, агрессоры. Один отряд, блин, 50 очков. Не то, не сё, как говорится. 65. Блин, если заступников выключать агрессоры, мне тоже особо не нужны. Да, здесь, походу, не получится выйти в идеальный лимит. С тем, что у нас есть. Хотя, в принципе, можно раздавать просто автоматы для войск. И получится более или менее... Так, сейчас посмотрим, кого мы тут еще раз выключили. Все. Правильно, только надо было выключить чувака, у которого... Второй. Шо ж ты сдвигаешь-то твою-то дивизию? Второй уровень, включи четвертый уровень опыта. У нас есть еще один со вторым. Ну и дадим автомат. Получается, практически идеальный состав. Ну, пять очков можно. Простить. Вот был бы еще один чувак, можно было бы лучше перехватчика взять. Но, к сожалению, перехватчики все включены, и еще одного у нас нету-ть. Так, передвигаем всех поближе. К началу боя непосредственно. А, слушай, у нас же у Фрёза был включен... Атомат. А, точнее, Штормболтер, а мы ему прокачали огнемет. Это тогда все меняет, в общем-то. Блин, это все меняет. А если я отключу, это будет только тридцатник. Твою ж ты мать. Тогда вообще ничего не влезает. Тогда надо убирать перехватчиков будет. Исключать болтеристов. Тогда мы влезем абсолютно идеально в лимит. Короче, подождите, сейчас мы тут с вами подумаем. Сейчас мы с вами все обдумаем и влезем ровно в 1200. Так. Все, вот сейчас надо еще одного включить и мы влезаем. Погоди. А не получится. А не получится, потому что у нас их нету больше. Так. Значит, что будем делать-то? Так мы на пятерину перебираем. Все, оружие отключено уже. Чего-то в этот раз категорически не хочет он включаться как нужно. Или Фрюоза отключает огнемет. Но я хотел бы его проверить именно в этой миссии. Прямо было бы крайне желательно. Ну, не важно, как из этих отрядов мы отрубаем. Ставить изничтожители, и тогда придется отключать еще один отряд заступников. Остальные мы раздавать тогда автоматы тем, кто есть. Чтобы максимально, опять же, влезть в лимит. Да, вот эти вот дорогие юниты, они, конечно, прям все портят. Все никак не распределим. Так, значит, есть контакт. Но еще раз даем, как раз по два автомата и будет ровно. Что-то я так долго еще ни разу не составлял билд на миссию. Но вот видите, тут пришлось покопаться, покопаться с различными вариантами. Чтобы все поместились. И все-таки мы смогли сделать в 1200. Ладно, начинаем. Так, и что такое? Встретись с сестрами битвы. Офигенно. Три отряда. Этой мадам, самой главной здесь у них. Нет. Мы от этой взлетной площадки находимся довольно-таки далеко. Ну, смотрим на сестер битвы, как они тут сделаны. Наверное, всем интересно. Ну, модельки попроще, чем у кровавых ангелов. Так, это пойдет у меня на превьюху, я так думаю. Похоже на сельстянок они, но это не сельстянки, это просто обычные сестры. Десят хп у них, четыре броня. Да, они послабее, чем спейсмарина будут, естественно. Четыре клетки перемещения, пять вклонения, одно действие. Болтер, Годвин, Деас. Дальность шесть клеток, базу урон 3-4, бронебойность 1. Но ничего особенного. Правда, у них есть гранаты. Так, сельстянок у нас нету. Ничего, и как мы их будем тут спасать? Ну, типа, да, туда надо просто добраться. Если они погибнут, то что, миссия будет провалена? Серьезно. Мне не выбраться ни с этой стороны, ни с этой. Тут венам тропы и воины. Справа, сверху, точнее, слева, сверху, справа куча горгулей. Мне там не пройти. Здесь, короче, тоже не пройти к ворону. 60% шанс попасть. Я надеюсь, что я добьюсь их. Так. Это они добили, конечно. Тропы могут достать. Лучше я все-таки здесь стану. Тропы могут достать. Тропы могут достать. Воин, фанни-толки не пробьют. Броне до тебя. Мы не успеем подойти. Че это за бред? Ну, смотри себе, Дредд. Попробуем его огнемет сейчас. Там работает. Тяжелый огнемет. Так, Фуриоза выглядит с огнеметом. Здоровенный балдень. Почему-то непонятно у него. К огнемету присоединены здоровенные какие-то патроны. Похоже на патроны к тяжелому пулемету, а не к огнемету. Там вообще-то какой-то баг должен быть. Похоже на какую-то недоработку, недоработку. А, у него огнемет-то с другой стороны, слушай. Подожди. Это у него разрывная пушка сбоку. А огнемет-то у него под клешней. Вот оно как. А, ну тогда все правильно, да. Я-то думал, что это у него огнемет-то нет. Огнемет у него вот. На левой руке. Все верно. И он спалил их за один раз, но, в принципе, по его дамагу это было очевидно. Тех, у кого брони меньше 3, он палит мелочи с одного попадания. Это очень удобно. На самом деле. Так, мы движемся дальше. Мы все равно не успеваем сестер прикрыть. Сейчас, если их воин обстреляет, еще и вверх прилетят с другой стороны, там будет все очень плохо. Если это реально будет поражение, то это будет достаточно забавная миссия. Хрен его знаки проходить тогда. Так. И главное, не пробежишь. Сейчас здесь бежать бесполезно. Че толку бежать вперед? Мы на вином тропах просто нарвемся, и они там отравятся раз три отряда, а воины потом добьют с гарпиями. Конечно, они пойдут на нашу армию. Такой вариант тоже возможен. Проигнорируют сестер, но это не точно. Маган, кстати, надо их убить, иначе они тут нанесут урона. На следующем ходе. Так, отлично. В притирующих. Пришлось взять изничтожителей. Ну так себе они стреляют. Чуть хуже, чем заступники, при этом стоят они дороже, по мелочи. Так, тоже в притирку. Так, вроде там никого нет. Вроде никого нет, но это не точно. Новорачиваемся лицом к опасности. Ну да, тут надо идти где-то будет еще раз. Два, даже на максимальной скорости до них идти три хода. Их за это время убьют слишком, хп мало. Ну, наверное, мне кажется, все-таки их не надо. Надо их спасать. Ну, прям такой задачи нет, чтобы их спасти. Просто нужно встретиться, наверное, добраться до точки, возможно, до этого громового ястреба. Посмотрим, что тут гадать. Сейчас туда придем и увидим. Так, воины вообще пошли. Винам тропы поползли к нам, это радует. К основной армии воины будут, походу, стрелять по сестрам. И защитить их в парапет. Они закусили одну. В принципе, нет, две. Такой средненький урончик. Что воины бегут? Это что, это они стреляют? Что это за тарахтилки у них? Как будто с ППШ строчат. Командору, но в принципе, нормально он выдержит. Две пачки ВУ. У них какие-то два вида оружия появились, потому что здесь стреляют стандартные с ними боеприпасами. Ганты. В нос колонии будут стрелять. Пытается. В Overwatch. В агрессорах, но не сильно. Зацепили. Ну, в принципе, неплохо, кстати. Гарпи вообще не прилетели. И... Возможно, они даже и выживут. Слабого. Глайдер почти столько же, сколько танк настрелял. Задолбанных винам трупов теперь не продвинутся далеко вперед. Там, кстати, кто-то еще шел. Вот здесь. Так, надо было очевидно. Войн, он не сожжет, скорее всего, потому что у него... бронебойность... слишком низкая. Ладно, давайте застрелим. Бронебойность у него 3, а там 4 брони. Потому что войны, они, скорее всего, тоже бы не добились. Так. Что мы имеем? Да, возможно, я сейчас переключился на войска. Блин, так как же по воинам бы выстрелить? Пробивают, но, как видите, очень слабо. Следующим ходом они, скорее всего, их не убьют. Но спускаться вниз пока тоже нельзя, и нам тропы могут развернуться. А, там гарпи. Он должен добить. Впритык, но добил. Так, не пойду я туда штурмовиками, потому что, может быть, засада какая-нибудь. Из тех, кого мы не видим. Но по воинам они неплохо должны стреляться, потому что бронебойность высокая. Ну, как сказать, очень много промахов было. Уж 90 не повышается шанс убить. А, ну, по идее, должен добить обоих. Забук. Победа. Ну, а здесь... Не uczусь, если ты не оставляешь... Ставьте лайки и подписывайтесь на канал! личный минус а нуля пацанов я чушу вообще не встаем на вербочке вот здесь поставим хотя они могут и дальше выстрелить здесь в общем как то все так вот дальше мы продвинуться не можем нет может глайдер продвинуться но он нарвется тогда на венам тропа в смысл нулевой гарпии не заинтересуются сестрами лучше бы они летели бы на основной в армию воинов-то на этой карте по танку стреляют не сильно его поколебало а эти так один отряд смотрите и фокусе не понял повыли едва выстрела сделали подряд еще хренельшую совсем что такое за в гарпии принять или хотят добьют давай понемушек хрен там валялся они еще один начались Долбить. Много целей там за посадочной платформой. По агрессорам не сильно зацепили. Лови, брат. Все-таки эта сестра не зря здесь осталась, видите, она помогла нам разделаться. 55% шанс могут, кстати, не добить запросто. Нет, добили. Так, ну надо как-то спускаться под воинов уже, потому что нас окружают. Я надеюсь... Блин, там еще есть. Там еще термоганты, это совсем... Это совсем плохо. Хорошо бы они завкусили недобитую, которой 2 хп осталось, и остальные отряды бы еще имели хоть сколько-то хп свободных. Потому что мы почти добрались. Почти могу их спасти. Не будем тратить выстрелы, просто зажжем их. Да, огнемет вещь, конечно, он стоит дорого, но... Согласитесь, он того стоит. Возможно, воины на ландспидер зайдут. Прямо в том, что по нам еще и... 35% урона навесит, если они будут стрелять по ландспидеру. Так, ладно, идем, короче, спасать. Виктория для Блэдблэйтс, виктория для Скайфолка. Я пойду, где я нужна. Твои ордеры. Кстати, насчет движка у игры я так инфы официально не нашел. По крайней мере, в Википедии на официальной странице игры тоже ничего про это не написано. Но в самих файлах я нашел упоминание о движке Unity. Скорее всего, игра сделана именно на нем. Поэтому красота и детализация объясняется именно наличием вот этого двигателя. На нем действительно можно делать современные игры. С отличной детализацией, с объемным освещением. При этом стратегии в 3D плоскостях в полных. Но Unity очень плохо характеризуется в плане оптимизации. Практически каждый проект на нем изобилует какими-то багами в техническом аспекте. Здесь оптимизация в целом нормальная. Хотя не всегда у меня 60 кадров далеко держатся. Если я вот так вот разворачиваюсь в 3D, то частенько на карте, где полно тиранидов, где их там... Десятки, там 60-50 тиранидов. Фпс проваливался до 42 у меня минимально. На ультра настройках на полных. Ну, с одной стороны, для стратегии это неплохо, с другой стороны... Все-таки... Ну, это не Total War, извините меня. Хотелось бы побольше. Ну, игра работает плавно, ничего не дергается. Ничего не фризит. Хотя, чему фризить в... вам... Да, чему-то вообще слабо. Чему фризить в... пошаговой стратегии? Ну, и есть игры, которые в пошагов фризят некоторые. Заговнять можно все, что угодно. Без херстения. Отлично. Ну, игра делась, в общем-то, небольшой командой, поэтому... Винить их в каких-то технических огрехах, наверное, было бы вообще неправильно. Заговая стратегия. Внимание. Детский шанс. Заговая стратегия. На шанский. Денищенский. Обалд vào. Профиксирован. все на юните запилить полноценную ртс довольно сложно было бы движок больше используя отступают супостаты карта не особо и большая так что если они не выбегут из ниоткуда большом счету здесь не так много будет тирамидов болен сейчас у тебя бьют хотя не скажешь что их немного тем вы начали стрелять одну по воинам но он басить маганты еще и по тактике роя 50 процентов дамаг увеличенный так отлично сестера не бросили прекрасно значит они возможно такие выживут кто-то хотя бы потому что хотя там блин два отряда термогантов они будут стрелять по ним следующим ходом граната мы бросить не можем из два отряда уже труба пришел еще вам мы поможем граница вам поможет мы мы в 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 дальше. А, ну в принципе все, мы типа их спасли и все отлично. 26 осталось, тиранидов зачистить немало. Теперь уже пофигу, погибнуты они или нет, можно особо не париться по этому поводу. Тем не менее, приятно было помочь им. Да, твою ж ты мать, далеко. А я могу вот так их размазать. Да, фуриозы отличные, конечно, дредноут в плане КПД. Считать два ваншота за счет разрывной пушки по мелочи и ваншот огнеметом. Плюс к лишней может в ближнем бою драться. Опасно, конечно, идти в ближний бой. Ой-ой-ой, там еще термаганты. Да и не вырубим мы их с одного-то раза. Еще скоты сверху постреляют потом. Пробуем хотя бы ослабить. Что-то как-то слабовато вы их ослабили. Надеюсь, добьете. Хрен там, валялся. Сейчас он еще и ударит по ним. Не сильно, но неприятно. Не буду я его добивать, пускай он останется. Много он один ничего не сделает. Что-то мы у них убрали сеноптические уроны. Рыбнутся сразу, их застрелят. Гранаты я их тоже не добью. Просто урон сейчас распилится у каждого половины. Моя смерть в Зенос-свапе. Выстрелом почти, но почти. Не считается. Здесь я с пистолета не добью. Ну ладно. По хилям сестер. Возможно, они нам еще пригодятся. Но вот одна недобитая, конечно, не особо. И столько гранаты покидать. 24 осталось. В основном мелочь. Но и воинов тут на этой карте прилично. Но воины это не... Потеряны аффекты. Все-таки они и два отряд, мне кажется, сейчас вынесут. Еще и второй раз стреляют. Будем считать, погибнут они во славу императора, так сказать. Примут на себя урон. Да, воинов в этой миссии достаточно. Агрессоров надо уводить. Где я сейчас? Ответный удар будет. Да, и ваншот. Блин, у ХП осталось мало. Гарпи возвращаются. Точнее, гаргульи. Все время их называют гарпием. Так, 35. Добили такие. Сислые. Да, два отряда пожертвовались с собой. А эти-то все и на входе пытаются оторваться. И нормально, как вы вернулись. Ах, она отходит. Неожиданно. Неожиданный ход к нему. Так, эти, по-моему, перебрали лимит. Стрелять они уже не будут. Если они потратили одну очку действия на ход, а не на выстрел. А вот эти сестры выживут. Считаем, повезло. Прикрываем выход. Так, что у вас там есть? Преданность. Юдин получает импульс при получении урона от вражеских атак. Ну, офигеть, если они мазохистки. Так. Не дай битков тут сзади летающих всяких. 21 отряд. Пока мы уверенно идем к победе. Да, у них там урон плюс 100%. Жесткий, жесткий урон. Так, значит, к нам пришли гости, прям под огнемет. Уже 19 отрядов. Родинка. Агрессора тут нахватали, им надо отходить. Да, в принципе, всем надо отходить назад. Дома с высоты! Нормально. Встретим их лучше у моста. Запасе. 17 отрядов. Что-то ерунда. Если никаких не будет форс-мажоров, то легко их уничтожим. Уничтожим. Крепим броню. Не знаю, по кому они будут стрелять. По танку или по дреду. Крепим танк. В принципе, у них по девятке. Сейчас будет еще, видите, 10 у него броня. Неплохо компенсировать. Стреляем, что-то. Уменьшим популяцию. Ксиносов. Кого? Ксиносов. Так, ладно, давайте делаем ход и... Смотрим, чем они ответят. Миссия выглядела поначалу довольно перспективной в плане сложности, но под конец, видите, опять сдувается. Опять становится слишком легко. Стреляют-то они по дреду, а не по танку. Ну, это не важно, мы его легко отремонтируем. Вот и по танку залетает. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, ребята, вы что-то косые совсем. Ни одного попадания вообще нет. Куда стреляют? Стреляют им под ноги. Еще гергули летят. Без усилений. Стреляют они внезапно по техмарину. У него очень удобная позиция для стрельбы. Вперед вы выходите с сестрами-точками. Олебарды я сейчас угощу. Осталось 16, сейчас станется еще меньше. Блин, 66. Но гранатой тоже их не убьешь с одного броска. Ну, вот так, видите, застрелили в упор, впритык. 15 отрядов осталось с войнами тоже. Надо сейчас будет разобраться. Но разрывная пушка их не особо продамажит. И огнемет, думаю, что тоже. Ох ты ж, твою ты мать, кого мы нашли. В принципе, нормально, он их так поджигает. По пэтс-тэм, кого мы нашли. Мы нашли экзокрина. Это значит, что всем надо срочно отходить. В том числе и Командору. Мой фьюринг будет быстрый. Эви, Класс, поддержка. Пока он жив. Чаленджи акцептивно. Всем улучшат и ехать поддальше. Блин, он может вперед пройти и плюнуть. Более того. Хотя нет, наверное, здесь Ворон-то помешает ему. Здесь плевок. Вот, кстати, моделька у Ворона. Камера только бесится. Никак не подстроишь. Ну и на него не сфокусируешься, потому что он не активный юнит. Максимальный фокус, какой можно взять. Модель вы можете сами лицезреть. Тоже на достойном уровне, хотя это не игровой. Юнит, не игровой объект. Надеюсь, их за крин не доплюнет. Пехоты. Надеюсь, он там одним вообще. Сейчас еще какой-нибудь вылезет. Плеватель. Убрали один отряд, по которым, кстати, он скорее всего сейчас и будет плевать. За горой я его не заметил. Неизвестно, в кого он будет плевать. Может быть, он даже пойдет дреда бить в ближнем бою. Много целей, которых мы еще не видели. Блин, но в основном все-таки мелочь. Мелочь воины. Блин, нам тропы. Блин, там два. Их еще. Еще один. Причем я и говорил. Куда он попал? А, он, кстати, попал по одному. Он не заряжен был. О, отлично. Классно прошел. И что мы имеем? Мы имеем еще одного экзокрина, который стоит где-то там в темноте. Сюда подходить вообще нельзя. Че-то, типа, вернулся хотел. В нем надо еще пострелять. В следующий выстрел уже будет опасен. 45, давай, че, прикалывайся. Почему такой маленький шанс? Прям напротив него стоят. Типа, в мост попадают. Я вот цепным мечом не убью сейчас. А, там еще и на ответную атаку идет. Ну, класс. Просто охренительно. Не достаю. Классно. Просто офигительно. Крайне неудачный момент. Крайне неудачный момент. Можешь, конечно, подойти сюда и отсюда я достану, но... Попадаю под воинов и под вином тропов тогда. Тоже не хотелось бы оказаться на их пути. Вопрос, застрелит ли второй из-за кринда. В принципе, и этот сверху теперь может навалять. Таким углом, наверное, не попаду. А, нет, смотри, простреливаю. 81 шанс. Так, теперь мы его добьем. Тем не менее, остается еще один за крин. Конверт. Дреду придется... ...принять выстрел. Тех-марин. Тех-марин. Стендинг-бай. Десять осталось. Сейчас будет... Еще меньше. А, гранат просто больше нет уже. Гранаты закончат. Так, 8. И разворачиваемся назад. Судя по всему, они все остались где-то там с тыла. Судя по всему, они все остались где-то там. Они не могут остановить меня. Ну вот, там сестер закроем. Еще кто-нибудь выбежит сейчас. Неожиданно. Ждем, ждем. Где еще пару ходов и мы победим, а просто в потерях. Ждем. 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 Ну и, конечно, надо найти будет... ...за крина, который там сверху где-то заныкался. Да, кто-то еще есть. С тыла. Ждем. 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 Закрин по дредноуту может выстрелить. Блин, у него мало хп осталось. Фуриоза мне бы не помешал с опытом... ...дальнейших-то миссий. Ну и он как раз по нему и стреляет. 58... 67 хп осталось. Ну, в принципе, нормально он. Вполне выжил. Еще я его починю. Афирматив. Не усилен. Классмур фаер-сопорт готов. Классмур фаер-сопорт готов. Эви-классмур фаер-сопорт! Какие они жирные, да когда они еще и в этом облаке спорта стоят. Эви-классмур фаер-сопорт! Хрен убьешь. Ходить ближе не будем Так, мы знаем, где экзокрин По идее, он, в принципе Вряд ли До кого-то там дострелят Если только очень сильно напряжется Мандору тоже нафиг убираем по дэш Пускай по глайдеру стреляют Хотя По нему еще и война отстреляются Потом еще и экзокрин попадет We are indomitable Шесть отрядов осталось Два мы знаем, где Еще два с тыла идут Ренантропы и Эрмаганты Это еще два Ой-ой-ой-ой-ой Слушай А он может его и ваншотнуть сейчас Они, короче, там с тыла еще идут Четыре рыла Была не лучшая идея И он ее уничтожил, падла О, тварь Думал, что они так много снимут О, мрази, вам хана 150 хп Слетело просто за один выстрел Ну, за один залп точнее За крин этим худом мы не убьем Это точно Подходить к нему тоже пока опасно Пускай выстрелят под редноуту И мы пойдем уже дальше Да, жертва Ленд спидера не будет забыто В принципе, все отряды видим Мелочь, и нам тропы сзади идут Должны без проблем с ними В целом разобраться Ну и экзокрин Ублюдочный Который остался Возможно, нам из-за потери И юнитов сейчас не дадут просто Дополнительные награды Если сестры тоже считаются как Ну, те, которыми мы распоряжались То, по идее, три потерянных юнита Это будет ноль Дополнительных жетонов Это плохо Ублюдок, теоретически, можешь, конечно, плюнуть И по Нашим войскам Просто сделав пару шагов Вперед, если захочет Нашим войска Народился и куда-то попёр. Дредноут стреляет, естественно. Плохо, что он, видите, отошёл. Теперь надо на него добираться ещё раз. Ну, кстати, у нас есть ещё одна возможность выстрелить. Так что отступать не придётся. Ну, естественно, классика, жанр одно, мать его ХП осталось. И два юнита. Готово, чтобы стрелять! Сан-Гуиниус влёт в моих вагах. Сан-Гуиниус смотрит от нас. Я ждёт твоих ордер. М-м-м. Если человек, конечно, лететь на него, он будет стрелять уже не по дреду, а по... ...войскам, и теоретически можно заваншотить, или почти заваншотить ещё один отряд. Стоять так тоже я не буду. Как Васян. 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 Ближе подходить тоже нельзя. Пока ограничимся вот таким вот... ...вариантом. ...вариантом. Ордер confirm'd. ...вариантом. 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 в пошаговых стратегиях. Особенно, когда у тебя самого ее нет. Еще дальше отошел. Если Дреддам подойти слишком близко, он будет стрелять не по Дредду, а по дальним войскам, которые будут так же подходить. Вот чем-то. Да, пухка его, может сказать, так, пощекотало только. Ну, сейчас он что, на прямом простреле, прямо по войскам. Он может выстрелить по-любому из отрядов. Если я прыгну, в любом случае, я не достреливаю. Мы — это солнце, Сан-Видеус. Придется рискануть. Он так, за ним сейчас будем неделю бегать кругами. кругами. Шанс попасть. Кого-то, видите, рука дергается с болтером и чуть пролетает снарядом. Через мост. Через арку моста, через перила. Косой, что ли, совсем. Корлеон. Так, он меняет позицию и будет хрен знает, к кому стрелять. Вообще, никому не будет стрелять. Он просто во мировочи стал. Ну, огнеметом мы его практически не прожжем, пускай подреда выстрелит. Тем более, он попал в контейнер, а не в дред. Ох ты, нифига. Да, найдем мы у них главную сестру, но уже позже. Все-таки одну бонусную задачу мы какую-то выполнили. Потеряли один отряд. Не знаю, были защитные сестры, два потерянных. Если тогда считать таким образом, то дополнительных наград должно было быть четыре. Но это мы уже не узнаем. Ладно, семь у нас есть. Тем не менее, этих жетонов. Сколько было всего убито? Так, двадцать девять, тридцать один, тридцать девять тиранидов. Восемь воинов, два экзокрина, шесть горгулей, три венамтропа, термоганты, тринадцать и семь гормогантов. Так, один юнит убил в дальнем бою отряд сестер битвы. Корлеон, три в ближнем бою. Ковендар, одного рукопашной, три, ой, шесть, точнее, в дальнем бою. И он является по этому показателю рекордсменом. Два перехватчики в дальнем, два еще перехватчики, хищник балла, четыре в дальнем бою. Фуриоза, одного в ближнем. Как раз таки, он сваншотил на сто восемьдесят экзокрина каким-то образом, хотя у него вроде перчатка меньше, гораздо выбивало. Тут еще и крит был. Три атаки в дальнем бою увенчались ваншотами, успехом, но это огнемет его отличный. В дальнем бою двоих убили агрессоры, три перехватчики, заступники, один отряд, и заступники, второй отряд, пятерых завалили. Ну, сестра битвы по одному и лэндспидер двоих, который, к сожалению, с собой пожертвовал. Я не рассчитал, что у него брони было меньше, чем у Дреда, и поэтому Экзокринова пробил на большее количество с воинами, чем Дредноут. Надо было все-таки Дредд ставить вперед. Думал, что хватит ему ХП. Дредноут надо было там чинить. Он-то, кстати, бы выдержал, скорее всего. Но Фуриоза тоже был нужен, и Дредд был нужен, и лэндспидер был нужен. Придется лэндспидер неопытный заказывать, что поделать в следующий раз. Продолжаем распределять очки. Сестра Истина или Истина, наверное, куда там у нее ударение это правильно стоит. Первый или второй слог. Может, Истина? Хрен их знает, как их тут обозвали. Так, сестры нам доступны. 50 очков они стоят. Разворот, но толку от них довольно мало. Если тут гранаты покидать или кого-то добить, потому что урон у них так себе, бронебойность так себе, выстрелов мало, ХП мало, брони мало. Но, правда, и 50 очков на разворот они занимают, это тоже в целом неплохо. Что-то у меня тут переукомплектовалось не так, как мне надо было. Совершенно. Перехватчика мне сунули зачем-то еще одного. Ленда не сунули. Лен спидера. Ну и сестру возьмем, тоже, в принципе, может быть, пригодится. Вот как раз где 50 очков не хватает. Такой вариант вполне возможен. Мы ее, так сказать, посадим в нашу армию. Ну, вроде все нормально. Жалко, конечно, что он неопытный будет. Ну, свой опыт он приобретет в боях. Итак, у нас 8 очков на улучшение каких-либо юнитов. Что мы с вами будем брать? Плазменный истребитель для перехватчиков. 12 выстрелов. Тоже он стоит. Замена определенное количество бабла дает значительное так усиление я думаю против каких-то бронированных целей делает зачинателей опаснее для среднебронированных целей. Зачинателей? Что за зачинатели? Это что за перевод? Перехватчик у нас теперь уже зачинателем стал. Пятерину на это тратить. базовый урон 4-6 12 выстрелов 5 бронебойность. Выстрелов кстати здесь по-моему меньше. Что-то не в 2 раза. Поэтому стоит ли оно того или нет. А пес его знает. Так штабные юниты 4 единицы на 20 хп у них будет больше. повиновение крови брата Этуру заряжает красную жажду одного союзника на 2 клетки импульс плюс 40. Нифига себе. Так изничтожителей какой-то плазма сжигателем дает 1 атака 41 55 урон 7 бронебойность то есть каждый выстрелит по разу но нанесет если попадет 55 единиц урона максимум неплохо но один выстрел это значит может быть как в их скоме один промах агрессоры 10 очков воина и броня еще дополнительно прибавляется такой себе тоже я их много не беру с собой так много чего казалось бы надо но мультимель то для лэнд спидора вообще способность закрыта точность библиария уклонения библиария здесь тоже скрытые какие-то перки библиария плюс 40 по идее кстати это у дреда должно тоже у ковендара на 40 хп повысится и общее состояние ну такое себе туда еще прокачаться надо я бы вот взял бы молоток бы подожди где тут молоток у корлеона да вот громовой молот меч сангвини но это способность способности они достаточно блин бесполезны то есть если бы на них не тратились бачки действия ты бы мог их там накастовать а потом бы пострелять или побить в ближнем бою противников это было бы эффективно а когда ты тратишь вместо удара или выстрела прокликивание способности которые у тебя увеличивают урон на 50% в итоге ты получаешь меньше все равно этого урона выстрелив или ударив один раз чем ты сделал бы это дважды но без усиления поэтому нахер это надо вообще непонятно уклонение при том становится минус 15 то есть тебе легче будет попасть но зато сможешь пробежать две клетки дополнительных бесполезная совершенно способность на мой взгляд милость ангела прирост импульса плюс 50% у всех союзников точность рукопашниц но и меч до молотка конечно тут еще долго качаться я бы взял вот удар чего-то там штурмо и командная способность закрывает штурмо но здесь есть описание залпа грозового ворона поистине славный зрелищ то есть это грозовой ворон летает вот этот транспортник и стреляет 36 раз по каждой клетке 4 клетки поления наносить 8 единиц урона за выстрел с точностью 85% бронебоинностью 2 то есть он в принципе по линейно стоящим юниту может пробить в несколько клеток нанося всем урон 2 единицы это стоит так атака штурмовиков призывает штурмовой отряд на выбранную клетку если на клетке есть враг производится атака рывком подкрепление опытных братьев которым доверяет корлеон и как раз вовремя то есть мы можем дополнительные юниты высаживать на поле боя а мы не сможем прокачать тут еще надо качать смерть с небес видите чтобы дополнительно добавить так прыжковый набор оглушает врага набрушивает с него 40 так 30 40 единиц урона с бронебоинностью 2 единицы один только вес уже делает броню грави с грозным оружием то есть мы можем прыгнуть на противника но опять же такое себе действо 40 единиц урона при том если враг еще и ближник он будет скорее всего контратаковать после этого прыжка атаки на рывке мы получим ответный урон всего нанесем 40 единиц урона перехватчикам мне кажется он с рук стреляет нанося больше урон это стоит трех и на пятерину нам уже не хватает давайте я вот командную способность возьму ракеты тайфун дальше идут но тут видите надо будет больше на первую способность я так понимаю надо будет две единицы или одну единицу набирать этой ярости командной здесь надо будет или две или три здесь надо или четыре или пять уже будет то есть к концу только боя можно будет это использовать наносит 250 единиц урона по клетке и по целям вокруг 37-50 можно вот так вот взять и потом пройти в этот плазменный истребитель возможно дадим им пушки просто попробуем ну мне кажется это бесполезно прыжок бесполезен будет как таковой плазменный истребитель будет тоже особо бесполезен потому что ну если только против очень жестко бронированных целей типа терранофексов которых 9 единиц брони может быть да это будет полезно но это опять же один юнит может быть на весь бой а по более мелким целям это плазменный хрень будет стрелять хуже чем те же болтеры их текущие тяжелые у которых больше выстрелов и там бронебойность особой помелчи не нужна поэтому такой себе то есть опять делать их узкоспециализированным юнитом против крупных каких-то целей которых там несколько штук на всю миссию а по всем остальным они будут стрелять хуже при том они еще и дороже будут стоить с этими плазменными истребителями с этими плазменными пистолетами или что там им винтовки дают не знаю посмотрим пишите что думаете по поводу вот этой пушки вообще полезна она бесполезна что это за ховне я думаю что она будет для большинства целей бесполезна для крупных чуть лучше но при этом этих крупных целей почти в миссии нет крайне мере пока нет да вот так мы взяли сейчас будем командные способности использовать и сможем перехватчиками еще и напрыгивать на всякое хамне хотя повторяю урон 40 максимальный даже на одного врага хотя в принципе если они с каждого врага снимают по 40 то каких-нибудь гармогантов может быть они даже смогут и типа убить этим прыжком или термогантов это надо пробовать будет если они с каждого по 40 снимут а у них там хп по 35 было возможно тогда да будем смотреть это в следующих миссиях пишите что думаете по поводу этих перков по поводу пистолетов их новых плазменных на мой взгляд будут они менее эффективны в целом чем текущие болтеры которые могут стрелять по всем целям кроме супер бронированных типа тиранафекса а пистолет сможет стрелять именно по тиранафексу но по всем остальным будет гораздо хреновее и с меньшим количеством еще и выстрелов если серия вам понравилась не забывайте поставить лайк подписывайтесь на канал если еще не подписаны вступайте в группу вк оставляйте свои комментарии на сегодня все с вами был крестоносец всем удачи пока пока